здравствуйте томская клиника сантей дело врачей-онкологов вот уже скоро год в августе будет как врачи софи мазейна евгения семенова сидят в сизо города томска вы спросите чем интересно это дело я вам отвечу дело в том что этим делом в томске интересуется и главный прокурор области семенов александр николаевич и фсб и следственный комитет вы спросите может там врачей арестовали за измену родины нет ни измена родина не дай бог терроризм нет 159 мошенничество и 238 оказание услуг не отвечающим качеством безопасности так чем же это дело вдруг заинтересовало и фсб и прокуратур и следственный комитет почему вокруг этого дела такой ажиотаж а я сегодня вам постараюсь ответить на этот вопрос кто за этим может стоять кто интересант и почему врачи сидят виноваты ли они забегают сразу вперед не виноваты они просто оказались не в том месте и не в то время как я уже говорил их обвиняют по 159 мошенничество и 238 статья 238 статья тут самое интересное дело в том что обвинение по этой статье можно предъявлять если у вас есть экспертиза или какое-то экспертное заключение но следствие насколько мы знаем ни того и ни того нету они просто форсировали события решили задержать врачей посадить их в сизо ну чтобы они были еще тогда задержали посадили в сизо директора этой клинике екатерина фельдзингер екатерина фельдзингер тут ключевой персонаж она директор ее тоже обвиняли по 159 по 238 те же самые статьи сейчас она находится под домашним арестом и и она полгода провела в сизо и отпустили врачи сидят екатерина фельдзингер здесь ключевой момент точнее ее мама татьяна целоматина но обо всем по порядку вернемся к 238 статье мы поговорили с людьми с родственниками непосредственно больными онкологическими заболеваниями которые лечились в клинике санте и вот что они нам рассказали давайте сначала сейчас мы прослушаем разговор человека чей родственник лечился в клинике санте что я могу сказать я знаю суфью валерьевну вот так как я постоянно с мамой было никакой не было в сомнений репутации софи валерьевна абсолютно я могу с уверенностью сказать по этому поводу на сто процентов мы очень благодарна потому что была положительная динамика она подбарит подбадривала помимо скажем прямо так сказать и психологически то есть отка оказывала помощь даты подбадривая пациентов помогаем справиться значит психологическими какими-то моментами да и конечно же по первому зуму собственно говоря там все препараты были так сказать своевременно поставлю позвонила следователь честно сказать я не помню ее фамилию у меня даже в памяти она как бы не всплывает не помню не могу сказать а вот позвонила маме маме и сказал попросил о том чтобы она значит там какие то значит вопросы и задала мама не помнит поскольку поскольку на психику влияет препаратов тут ничего не делаешь и плюс она очень сильно разволновалась потому что там нашла что она вот там следователь так далее мама говорит вы извините я не могу говорить потому что я лежу в больнице то есть у меня нет возможности как бы давайте там как-то чуть позже или когда там или что ну на что следователь в общем то ответил дать я к вам больницу приехал приеду ну представляете лежачий человек до ослабленный человек собственно говоря скажем так находящийся на лечении либо как-то следователь ну просто не понимает особенность этого заболевания либо что и не совсем для меня например понятно да но вот видите следователь сам был готов приехать сам вот как следствие нужны нужно чтобы было больше пострадавших накидать накидать всего а там разберемся там чего-нибудь придумаем вот на что готовы следствия пойти и это к сожалению не единственный такой случай а теперь давайте послушаем еще один разговор тут человек непосредственно лечился в этой клинике двадцать 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 вон году я проходила лечение у семенова и евгения сергеевна начинала еще в клинике ширины затем продолжил продолжили лечение в клинике сам ты был назначен препарат который мне вводили капельно и таблетировано давали препарат лекарство набиралось при мне я все это видела а скажите а вот вам сам курс кто назначал семенова или как бы он был вот это консилиум был в клинике ширины был консилиум там кто зав отделение это новую единица гена была потому что она была нам лечащим врачом именно клинике цены в отделении противоопухолитерапии а уже в санте это непосредственно курс вы проходили потому что того лекарства в клинике не было и это дорогостоящий препараты меня перевели в санте там у них было дело в том что лечение онкологии это очень трудный очень долгий процесс это может на год растянуться и лечение в клинике санте это всего лишь небольшая часть лечение онкологии это очень долгий растянутый на года и сложный процесс состоящий из нескольких этапов и клиника санте это всего лишь небольшой этап может быть полгода может быть год может быть больше но вот следствие почему-то не интересуют другие этапы они выбрали пострадавших и почему-то решили и экспертизу делают только исключительно когда они лечились клинике санте а вот другие лечебные заведения а их множество было они почему-то не трогают и их почему-то не интересует и очень трудно в таких сложных многоступенчатых лечениях найти причину почему вдруг человеку стало хуже или почему не дай бог человек больной онкологии умер умирают от онкологии это смертельное заболевание и если он даже по-честному искать он тогда все стадии должен проверить но почему-то только клиника санте а а я вам отвечу почему к софьи мазейной в декабре 23 года приходил в сизо сотрудник фсб вот ее просили она дала показания вот протокол опроса софьи мазейной где она говорит что в декабре 23 года к ней приходил сотрудник местного фсб и предлагал прямым текстом дать показания на депутата государственной думы татьяну соломатин якобы она за всеми схемами клиники санте мошенническими стоит как написано в протоколе сотрудника фсб зовут кукарцев иван евгеньевич говорят что подчиненный некого полковника октябрьского из местного фсб тоже личность интересная дальше мазейна делает оговорку что никаких мошеннических схем вообще не было в клинике санте а татьяна соломатина это мама екатерины фельдзингер который является директором клиники санте который тоже полгода отсидел в сизо который тоже проходит по этому делу как я уже и говорил сама татьяна соломатина клинике санте отношения 16 года не имеет никакого следствию просто было удобно зайти через клинику ударить по больному арестовав дочь екатерину фельдзингер на самом деле история софьи мазейной ну когда к ней приходит сотрудник фсб и предлагает ослабление в обмен на показания на интересующего сотрудника фсб персонажа почему правило высокопоставленного так вот это обычная распространенная история представьте с точки зрения статистики фсб это такой же госорган им нужна статистика нужно им нужны палки громкие посадки разоблаченные коррупционеры таком случае госпожа соломатина конечно же это куда более вкусная большая рыбина чем госпожа мазейна и конечно же то что госпожа мазейна с декабря месяца отказалась идти на такую сделку с совестью не стала оговаривать невиновного я по госпожу сломать но и действительно вызывает уважение и сотрудников фсб обычная обычная схема смотрите какой интерес тут и дело по 238 как то очень странно возбуждается без экспертизы и интересует следствие только лечение в клинике санте который вообще может быть ну совсем незначительной во всей истории болезни такой серьезно как онкология как мы уже ранее говорили супруг нам рассказал софьи мазейной что ее возили на разговор главного прокурора томской области и он ей там предлагал подписать какие-то документы она отказалась вышел прокурор и потом уже супруга с адвокатом вот вся в слезах она только мне сказала что прокурор сказал что меня посадит видимо потому что она этот документ не подписала как я понял я не спросил ты что-то подписывала она сказала нет и сотрудник фсб приходит и просит дать показания на депутат государственной думы татьяну соломатину тут и политика и деньги так кто же за этим за всем стоит уже к семье соломатинах приходили гонцы представились от знакомого нам уже персонажа томского бизнесмена рената аминова предлагали купить бизнес подешевле конечно с большой скидкой алексей вавилов ренат аминов еще там целая команда это такая команда неприкасаемых в томске и можно не просто чуть больше чем всем остальным такое ощущение что ему можно все они даже могут посадить мэра я сейчас говорю конечно про ивана кляйна который провел несколько лет за решеткой был конфликт с ренатом аминов ренат аминов алексей вавилов у них все хорошо а мэр кляйн бывший уже мэр кляйн с обвинительным приговором иван кляйн дал интервью журналисту андреев остров и в интервью он говорит что он не знает кто стоял за его уголовным преследованием и вообще нужно спросить у них так давайте спросим у рената аминова который писал заявление а как нам стало известно помогал ему в этом поддерживал как говорят наши источники все тот же алексей вавилов куда без него то ни одно хоть маломальдское важное дело в томске без ведома алексея вавилова не делается сейчас мы видим что уши алексея вавилова и в этом деле торчат во всяком случае гонцы которые приходили и предлагали бизнес подешевле купить ну потому что ваша проблема с бизнесом давайте мы бизнес купим здание купим они представились от рената аминова схема создать проблемы и купить бизнес подешевле это в принципе схема рабочая обанкротить и купить подешевле создать проблемы и куб бизнесу и купить подешевле это такая хорошая рабочая схема а если у У тебя есть знакомые прокуроры, работники следственного комитета, ФСБ, возможно. А может даже и суда перед тобой вообще тогда все двери открыты. В прямом и переносном смысле. Деньги деньгами, бизнес подешевле купить, это понятно. Но тут наезд на государственного деятеля, Татьяну Соломатину. Хотят получить показания на депутата Государственной Думы. Кто за этим за всем стоит? Это основной вопрос. Вавилов ли Алексей Вавилов и его команда, или еще там кто-то есть. Об этом мы поговорим в следующем нашем видео. Потому что у нас есть информация и есть некие догадки. Врачи клиники Санте, Софья Мазейна и Евгения Семенова, сидят-то в общем-то ни за что. Просто они оказались не в том месте и не в то время. Не повезло. Но ведь может каждому тогда не повезти. Ну что ж тогда выходит, что если кого-то нужно посадить, у кого-то бизнес нужно отнять, а вам мешает или наоборот мешает, вам для этого нужен обыкновенный человек, простой человек, врач. Да не только врач, кто угодно. То есть можно просто взять, схватить его, посадить в СИЗО. По любому обвинению придумать можно, все что угодно. И держать его 2, 3, 6 месяцев, полгода, год. Сколько? То есть так можно с любым сделать. То, что выходит с врачами, онкологами клиники Санте, это врачи с 20-летним стажем. Они могли бы сейчас жизни спасать. И спасали бы. Вы же слышали эти разговоры. Это хорошие, это отличные врачи. А они вместо того, чтобы спасать жизни, сидят в СИЗО. И за что? Непонятно. Конца и края этому уголовному делу пока не видно. Мы будем следить за ситуацией. Конечно, это наше не последнее видео. Мы еще сделаем пару репортажей. Информация есть. И я думаю, что будет интересно. А пока что, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok